Вы смотрите новости на шестом канале в студии Юлия Кузнецова. Здравствуйте. Разбираются в причинах трагедии. Напомню, накануне днем в поселке Барсово Киржарского района на территории военного городка в результате взрыва газа обрушилась часть двухэтажного жилого дома. Два человека получили травмы. Еще одну божилую женщину до самого вечера искали спасателя под завалами. Работы завершились в 22 часа. На месте происшествия обнаружили тело 85-летней жительницы дома. По факту смерти пенсионерки следком уже возбудило уголовное дело. Что же стало причиной взрыва и где теперь живут собственники пострадавших квартир, расскажут мои коллеги. Разбор завалов двухэтажного жилого дома в поселке Барсово Киржарского района продолжался до 10 вечера. Долгое время спасатели надеялись найти живой 85-летнюю жительницу квартиры, в которой произошел взрыв. Пенсионерка оказалась зажатой среди завалов. К сожалению, в начале седьмого вечера на месте происшествия обнаружили ее тело с многочисленными травмами. Кроме того, при обрушении конструкции дома пострадали еще двое. 62-летний сын погибший и их 59-летняя соседка. Их доставили в ЦРБ Киржарского района. Сейчас жизням пострадавших ничто не угрожает. На месте происшествия работали сотрудники района и областной администрации, представители разных ведомств, полиции, МЧС, Следственного комитета, а также военной прокуратуры и командования военного городка, к которому относился дом. Специалисты сходятся во мнении. Обрушение здания произошло из-за взрыва бытового газа. Известно, что в доме проживали 18 человек. К центральному газопроводу он подключен не был. В результате обрушения межэтажного перекрытия, которое было связано с клопком бытового газа, сложилась крыша деревянная по обрешетке и упало межчердачное и со вторым этажем железобетонное перекрытие. Для того, чтобы не нарушить дальнейшее перекрытие по площади, приходилось разламывать и кусочек не поднимать. Четко видно и понятно, что это взрыв бытового газа. Дом не имеет магистрального газа. Это газ, соответственно, через газонакопитель. За несколько часов до этого была заправка этого емкости газа. Подача произошла газа. Известно, что до заправки хранилища подачи газа. Несколько дней в доме отсутствовало газоснабжение. По факту гибели пенсионерки региональный следком возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Как рассказал сын погибшей женщины, в среду днем он пришел домой, почувствовал запах газа и обнаружил, что одна из конфорок на кухне открыта, а газ не горит. Мужчина повернул ручку в нужное положение, открыл окно и пошел в коридор. Затем раздался сильный хлопок. Его мама в этот момент находилась в комнате, где обрушилось потолочное перекрытие. По предварительной версии следствия, пенсионерка в силу возраста могла забыть закрыть конфорку. Вероятно, когда возобновили подачу газа, он накопился в воздухе и послужил причиной трагедии. Мы детально и тщательно должны оценить, как осуществлялось техническое обслуживание жилого дома. В частности, вот такой перерыв подачи газа требует, на наш взгляд, по квартирного обхода, с тем, чтобы жители дома знали о том, что перерыв этот прекращен. Записано ли это в инструкции, записано ли это в правилах обслуживания дома. Как сообщили в администрации Киржачского района, сейчас жители пострадавшего дома расселяют в дома жилого фонда военного городка. Вопрос о размере материальной помощи пострадавшим. В зависимости от нанесенного ущерба будет решаться сегодня вечером и завтра. Как обещают в райадминистрации, люди должны получить положенные выплаты. Валерия Саенко, Маргарита Махрова, 6 канал. Жилье разваливается, ответственные лица только обещаниями кормят. А некоторые даже грубят. Речь идет о 16-квартирном доме в поселке Содышко. Жить в нем, по словам собственников, уже страшно. Срочно нужно ремонтировать фасад. Крышу обещали сделать в 2018 году. Дождутся ли люди капитального ремонта? Выяснял Александр Ренин. Дому 50 лет и столько же в нем живет Георгий Николаевич. Когда-то работал в психиатрической больнице на Содышке. И рассказывает, что дом строили пациенты. Для них это была трудотерапия. С тех пор постройка не видела капитального ремонта. Теперь с крыши все течет в квартиры, стены в трещинах. Если бы жильцы сами их не заделывали, в них можно было бы просунуть руку. Эта трещина идет насквозь. Вот я когда сижу, мне здесь по ногам мерзнут ноги. Подъезд не в лучшем состоянии. Здесь тоже трещины, представляющие угрозу для жизни. Заходишь в подъезд и смотришь все время на потолок. Разошлась ли стена или нет? Факт тот, что никто не реагирует на наши проблемы, это раз. Маячки, которые нам поставили в 2015 году, все отошли от стены. Стена расходится по всему периметру нашего подъезда. Не меньшая беда худая крыша с разваливающимися домоходами. Когда осадки, вода течет по стенам и с внутренней, и с внешней стороны. С внутренней проливает до первого этажа. С внешней образуются сталактиты. На газовую трубу, во время обледенения, во время, вот когда появляются сосульки, на нее лишняя нагрузка. Это тоже очень опасно. Жители боятся быть погребенными заживо. Ремонт фасада запланирован на 2028 год. Жители уверены, к этому году дом уже рухнет. У нас в нашем доме очень много детей и пенсионеров, которые очень хотят жить. Но, извините меня, на них никто не обращает внимания. Даже на нас никто не обращает внимания. Наши жалобы никому не нужны. Еще я хочу сказать. Нашей главе новоалександровского поселения, госпожа Кашина, вы, наверное, увидите этот репортаж. И, пожалуйста, не игнорируйте нас. Мы все-таки люди не второго сорта. Больше всего претензий у народа главе территории Елене Кашиной. Казалось бы, ее администрация должна быть заинтересована, чтобы все дома поселения были как картинки. На деле все наоборот. Ремонт крыши был запланирован на 2018 год. Но, как пишут жильцы во все инстанции... В администрации новоалександровского сельского поселения нам отвечают. Капитального ремонта крыши не ожидайте. Жалуйтесь куда хотите. Хоть президенту, хоть в прокуратуру. Но ремонта у вас не будет. А если будет, то не раньше 2020 года. Поговорить с самой Еленой Кашиной не удалось. А заместитель Светлана Аханова долго рассказывала, что она вот-вот будет. Вы, пожалуйста, учущество, давайте мы только призвали. А потом сама ушла из своего кабинета в неизвестном направлении. В фонде капремонта нас заверили, что крыша на доме номер 10 по улице Владимирской в поселке Содышко будет капитально отремонтирована в 2019 году. Проект ремонтных работ уже проходит проверку. На данный дом заложено, опять же, администрации 2 миллиона 359 тысяч. А полную стоимость мы уже узнаем после прохождения экспертизы достоверности СМЕД. Ремонтироваться крыша будет авансом, потому что с 2014 года, когда появился ежемесячный сбор за капремонт, жители насобирали всего 260 тысяч рублей. Что касается фасада, то ремонтировать его можно и по строке текущего ремонта. Если управкомпания не желает этого делать, а только собирается людей деньги, на нее можно пожаловаться в прокуратуру или общественникам. Во Владимире есть организация ЖКХ-контроль. Александр Инин, Дмитрий Журавлев, Шестой канал. Зарплату младшим воспитателям в детских садах должна платить область. Администрация Владимира продолжает настаивать на передаче полномочий по оплате труда нянечек на региональный уровень и намерена отстаивать свою позицию в прокуратуре. Об этом стало известно на сегодняшнем заседании Горсовета во время обсуждения бюджета Владимира на следующий год. Главный финансовый документ областного центра депутаты приняли в первом чтении с дефицитом больше 300 миллионов рублей. Мэрии в очередной раз раскритиковали бюджетную политику региона и заявили, что такой разницы между доходами и расходами можно было бы избежать. Тему продолжит Оксана Любимова. Бюджет города на следующий год в первом чтении депутаты Горсовета утвердили практически единогласно. Главный финансовый документ будет дефицитным. Расходы превысят доходную часть больше чем на 300 миллионов рублей. Большую часть городской казны планируют потратить на образование, медицину и социальную поддержку населения. Основным приоритетом в расходах будет также являться социальная сфера, на обеспечение деятельности которой планируется направить 74% общего объема расходов. Это 5 миллиардов 204 миллиона рублей. В бюджете 2018 года будут сохранены все социальные выплаты населению. Зарплаты бюджетникам проиндексируют в рамках майских указов президента. Обсуждая городской бюджет, депутаты снова подняли вопрос оплаты труда младших воспитателей в детских садах. В мэрии настаивают, деньги на зарплату нянечкам должна выделять область. И точку в этом споре, по словам народных избранников, поставил суд. Другие регионы уже забрали у местных властей эти полномочия. Судебная практика подтверждает, что к полномочиям субъекта относится обеспечение оплаты до воспитателей, педработников, учебно-осполагательных персоналов, включая младших воспитателей, помощников воспитателей и прочий административно-управленческий и обслуживающий персонал. Глава городской администрации Андрей Шохин дополняет, деньги для города не маленькие. На зарплату младшим воспитателям в детских садах город ежегодно тратит больше 150 миллионов рублей. Эти деньги можно было бы направить на сокращение бюджетного дефицита и на ремонтные работы во Владимирских школах и садах. Все субъекты Российской Федерации практически исполнили решения судебные за исключением только администрации Владимирской области. И почему-то мы от департамента образования области не можем получить никаких ответов. Мы надеемся добиться того, чтобы они исполнили закон и выполнили свои полномочия, которые они обязаны делать по закону. Если они этого не будут делать, значит, мы, соответственно, будем сейчас напишем в прокуратуру голосовую предупреждение. Под особым контролем властей сейчас и городской транспорт. У жителей энергетика много нареканий на новую схему движения 21 автобуса. Добираться в промзону стало действительно удобнее. Только вот школьники и студенты микрорайона лишились возможности без пересадок доехать до учебных заведений на улице Горького. По словам Андрея Шохина, чтобы улучшить транспортное сообщение, среди пассажиров сейчас проводят соцопросы. Здесь надо найти вот эту золотую середину, когда будет идти, может быть, дополнительно какой-то автобус оттуда пускать. То есть мы сейчас должны принять такое взвешенное решение, чтобы было и не нарушить то, что там хорошо. И вот какое же количество людей должно поехать по этим маршрутам, которые старые были. Там четыре остановочных пункта, получается, они вышли из старого маршрута. Здесь наши недоработки, мы их все видим, но надо просто исправлять это. А еще депутаты сегодня одобрили повышение зарплаты главе города и депутатам, работающим на постоянной основе на 5% с 1 октября этого года. Такое решение в Горсовете объяснили заботой о пенсионерах, которые раньше занимали эти должности в стенах оранжевого дома. В предыдущие годы мы этого избегали, оставляли, на что мы получали резкую критику наших пенсионеров. Поэтому здесь полка о двух концах. Не повышаем, значит, наши пенсионеры жалуются на то, что мы не выполняем их права. А в ближайшее время депутатам предстоит обсудить организацию горячего питания в школах. В частности, вероятное повышение стоимости завтраков и обедов, которое, по словам Ольги Деевой, уже давно продиктовано подорожанием продуктов и повышением цен на коммунальные услуги. Оксана Любимова, Александр Мажаров, 6 канал. Разгребают нечистоты. Сегодня сотрудники водоканала показали журналистам свою гордость. Современные очистные сооружения. Именно туда поступают все канализационные стоки горожан. А после очистки эта вода попадает в клязьму. Но, как уверяют профессионалы, стоки даже чище речной воды. Тонкости очистки сегодня изучал Константин Миронов. Современные горожане даже не задумываются, куда утекает вода из открытого крана. В конце концов, все источные воды Владимира оказываются здесь, на очистных сооружениях водоканала. Специалисты утверждают, что после всех ступеней очистки канализационная вода становится чище, чем та, что в клязьме. Очистные сооружения, несколько стадий очистки. Это первое, механическая очистка, биологическая очистка, обеззараживание стоков и обезвоживание осадков. И обработка осадков, которые образуются на очистных сооружениях. На первом этапе источных вод удаляют крупный мусор с помощью так называемых решеток. За сутки накапливается примерно один кубометр бытовых отходов, которые потом увозят на мусорные полигоны. Раньше, вспоминают специалисты, иногда встречались интересные находки в этих горах мусора. Но с 2006 года все стало автоматизировано, и теперь никто не проверяет, что оказывается в нашей канализации. Но вот чего действительно много в бытовых отходах, так это песка. За сутки накапливается около 200 килограммов. Его не выбрасывают, а отдают на нужды города. Песок мы, значит, на подсыпку дорог идёт, в основном на подсыпку дорог. Потому что он идёт с включениями такими. В данный момент у нас в городе уже на Улыбинском магистрале делали подсыпку. Механическую очистку сменяет очистка биологическая. В течение 8-10 часов вода, смешанная с силом, в специальных аэротенках с помощью 32 видов микроорганизмов, очищается от различных примесей. В будущем году сюда поставят новое оборудование, которое сможет удалять из стоков азот и фосфор. Затраты на реконструкцию составят примерно 25 миллионов рублей. Для вторичной переработки, кроме песка, используют и иловый осадок, который обезвоживают и используют в качестве удобрения. После очистки воду обеззараживают и сбрасывают в клязьму. Это биологическая уже этап очистки происходит в сооружениях, называется аэротенки. Вода по мере прохождения через аэротенки, она очистится с помощью микроорганизмов. Каждый микроорганизм находится в сообществе. Определенное количество микроорганизмов, которым очистится источная вода. Во Владимире это не единственное очистное сооружение. На территории микроорганизмов города работают еще три. В энергетике, Пенкино и Эрктруде. Самое крупное очистное сооружение обрабатывает до 150 тысяч кубометров стоков. Но по факту работает очистная станция с большим запасом, принимая на обработку около 70 тысяч кубометров нечистот. Константин Миронов и Егор Хребко. Шестой канал. Прямо сейчас коротко еще о некоторых значимых событиях этого дня. Плеснул в лицо электролитом. В Муроме мужчина облил ядовитой жидкостью свою подругу. Инцидент произошел прямо на платформе Муромской ЖД-станции. 55-летний мужчина из-за неприязненных отношений выплеснул в лицо своей 41-летней подруге электролит. У женщины химический ожог покрова лица первой степени. К счастью, тяжелых увечий от поступка знакомого потерпевшая не получила. Ей нанесен легкий вред здоровью. А вот сам зачинщик был задержан транспортной полицией прямо на платформе. За свою выходку ему грозит до двух лет лишения свободы. По крови сотрудники Росгвардии спасли на пожаре пожилую семейную пару. Наряд вне ведомственной охраны выехал в местное садовое товарищество после сигнала о тревоге. На месте выяснилось, что из дачного дома валит дым. Росгвардейцы вызвали пожарных, а сами бросились внутрь здания. Там в шоковом состоянии находились пожилые супруги. Капитан полиции Виктор Переслегин и прапорщик полиции Рустам Касьмин помогли выбраться пенсионерам невредимыми. А вот дому досталось. Общая площадь возгорания 196 квадратных метров. Его тушили 6 единиц техники и 23 человека. На должников пожаловались в прокуратуру. Компания «Энергосбыт Волга» обратилась с просьбой провести проверку по факту задолженности предприятий ЖКХ. По состоянию на 22 ноября их долги перед ресурсоснабжающей компанией составляют 221 миллион 869 тысяч рублей. Больше 77 миллионов задолжали предприятия Александровского района. Они в лидерах антирейтинга. На втором месте муромляне. Здесь солидные долги за электроэнергию скопились у Владимир Теплогаза. При этом неплательщики не реагируют на устные и письменные обращения поставщика электроэнергии. Теперь добиться оплаты услуг «Энергосбыт Волга» надеется через надзорные органы. Провел прием в качестве губернатора. 28 ноября Владимир Сипягин провел первый прием граждан в качестве главы региона. Жители области просили о ремонте дорог, газификации территорий, улучшении жилищных условий и развитии спорта. Все заданные вопросы губернатор взял на карандаш. Поработали на славу. Речь об участниках молодежных трудовых отрядов города Владимира. Все лето полтысячи школьников и студентов благоустраивали городские пространства, убирали территории стадионов, работали в детских лагерях. Для многих это первая работа и первый заработок в жизни. По традиции за активность и старание лучших ребят. Их работодатели наградили на итоговом слете трудовых отрядов. О том, зачем нужно трудиться летом и как сделать город лучше, расскажет Маргарита Махрова. Этим летом восьмиклассник Алексей Воронин делал родной город лучше. В составе трудового отряда он убирал территорию спортивных объектов города. Работал школьник несколько часов в день и в целом заработал около 6 тысяч рублей. Чтобы дети могли бегать на стадионах, убирать. Мусор собирали, листву собирали. Много. А Дарья Пчелкина уже студентка и будущий педагог. Этим летом девушка несколько смен провела в детско-юношеском центре отдыха «Дружба». Трудилась вожатой в педагогическом отряде «Рассвет». Даша уверена, что настоящий педагог может все – организовать, увлечь и научить. А в родном отряде всегда поддержат единомышленники. В самом педотряде такая обстановка, что мы можем друг друга поддерживать. Мы сами друг другу помогаем, какие-то советы даем. Многие из нас работали не первый год. Желание работать с детьми, желание развиваться как педотряд, просто как педагоги. Мы хотим стать первоклассными педагогами в первую очередь, первоклассными учителями. Всего этим летом в трудовых отрядах Владимира работали полтысячи ребят. Они занимались благоустройством городских территорий, воинских мемориалов, уборкой стадионов, ухаживали за растениями и животными в Дворце детского и юношеского творчества и в Патриаршем саду. Некоторые даже организовывали досуг малышей во дворах города. Перед этим их обучили основам педагогической работы. Это наши традиционные ребята, которые работали в отряде классики, вожатые на дворовых придомовых территориях. В трех местах. Это на Никитском бульваре ребята работали, и также на бульваре Иваново. И на Комиссарова 11. Ребята приглашали детей, которые не уехали летом, могли отдохнуть, позаниматься играми. Ну и родители тоже могли вместе принять с детьми со своими участием в играх. Сегодня самых активных участников трудовых отрядов города награждают от Управления по делам молодежи. Такой итоговый слет трудовых отрядов города уже стал традиционным и проводится в 15-й раз. Ребята получают от нас традиционную благодарность и приготовили небольшие сюрпризы, чтобы они могли немножко потратить на свое саморазвитие. Либо мы подарим сертификат в книжные магазины, либо в спортивные магазины. Нам хотелось бы еще сказать огромное спасибо нашим работодателям, которые традиционно с нами сотрудничают. А сегодня мы будем отмечать именно тех, которые набрали очень большое количество ребят. Найти новых друзей, помочь городу, получить профессиональные навыки, да еще и не бесплатно. С каждым годом школьников и студентов, желающих поработать летом, становится больше. В этот раз вакансии для активной трудовой молодежи подготовили семь городских и общественных организаций. На итоговом трудовом слете ребята вместе собрали маленькую карту Владимирской области и нарисовали на ней символы своих трудовых отрядов. Теперь она будет храниться в Управлении по делам молодежи. Завершился праздник общей песней. Будет много нас, и будем мы вместе. Ну а те, кто придут потом, пусть подхватят вот эту песню. Браганда Махрова, Егор Хребко, 6 канал. На этом моя часа выпуска завершена. Впереди короткая реклама и прогноз погоды. А я напоминаю, что новости можно делать вместе. Если у вас есть интересная информация, звоните нам 36 66 66, и вы тоже можете стать героем нашей программы. Спасибо, что провели это время с нами. Всего доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Спонсор прогноза погоды – оконная компания «Плофен». Гарантия уюта и комфорта в любую погоду. Сегодня ночью в Владимире будет пасмурно, но без осадков. Температура воздуха опустится до минус 8 градусов по Цельсию. По Владимирской области завтра будет облачно, возможен снег, а столбики термометров покажут 4,6 градусов мороза. Ветер западный со скоростью до 9 метров в секунду. Атмосферное давление – 766 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха – 65%. Окна «Плофен» премиум-класса из пятикамерного профиля по цене обычных пластиковых окон. В кредит без первоначального взноса и переплаты на один год. Проспект Ленина, 5. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин